В этот раз будут дешман кроссовки с Алиэкспресс за полтораху. Хлам или пойдет. После того, как я напоролся на арматуру, мои старые кроссовки Эко, которые прошли больше тысячи километров в течение лет 15, стали совсем непрезентабельными. Появилась большая дыра сверху. В принципе, лучше вентиляция, но я все же задумался о замене. После просмотра цен на родные Salomon Speed Cross, примерно пятнашка, моя жаба загрустила. Вы кроссовков продаете? Нет, показываю. Красивые. Но и я отправился на Али изучать, что предлагает китайская кроссовкостроение. Довольно быстро были найдены копии Speed Cross, на вид, в десяти раз дешевле вместе с доставкой. Не спешите плеваться и говорить, что нужно их сразу выкинуть. Внимание. По ссылке другой магазин. Там, где я брал, лота уже почему-то нет. Итак, за 1514 рублей они были заказаны и приехали через полтора месяца. Первые впечатления. Что странно, картинка совпала с тем, что приехала. Выглядит реально вау, краски яркие, красивые. Фотки без цевета коррекций. Цевета реально яркие, вырви глаз, как я люблю. Даже лучше, чем на фото в описании продавца. Упакованы были в пакет плюс один слой пупырки. Никаких коробок и прочих излишеств. Очень экологично. Запаха почти нет. Пахнут новой обувью. Качество поклейки. Клей, нитки нигде не свисают. Сами кроссы ровные, сделаны аккуратно. Размер. Китайские размеры, это песня. Магазин предлагает мерить по таблице размеров, по длине стопы. Моих 28,5 в таблице просто не было. Видимо для Китая я просто гигант. Но я почитал комментарии и взял размер 46,12 на свой UK 10,43. 5 в принципе, размер подошел почти идеально. Хотя можно было взять на пол размера меньше. Вес. 650 грамм. Пара в принципе неплохо. Думаю, родной Соломон весит побольше. Примеряем. Первое, что немного смутило, большой перепад между пяткой и носком. То есть, пятка довольно высокая. Мне это было непривычно. Второе, сама подошва довольно тонкая. Резина мягкая. В принципе, немного даже чувствуются пупырки. Беговые тесты. Я в них бегал несколько раз. Первый раз в жару плюс 27. В общем, они очень жаркие. Вентиляции почти нет. На лето берем другие модели, с сеткой. Подошва а-ля вибром. Через несколько километров я к ним привык и уже не ощущал их на ногах. Подошва узкая, поэтому мне очень понравились, стопы в них не болтаются. Пятка. У меня это сама большая проблема, так как бывает или пятка низкая и она норовит выскочить из кроссовка, одни продал такие, или наоборот там слишком много места и она болтается как овно в проруби. Здесь все отлично, размер, то что надо, не болтается. Второй раз уже бегал, когда похолодало. Температура примерно плюс 17. Вот для такой погоды идеально. В общем, буду в них бегать осенью, зимой, весной. Выводы. В общем, за эти деньги, отличные кросса. Понятно, что это никакой не соломон, но мне очень понравились. Можно брать. Дальше буду тестить, сколько они проживут. Поставьте, пожалуйста, лайк. Вам все равно, а мне приятно. Дальше на очереди спортивные трусы, боксеры, рюкзак, питьевая система на 4-5 литров для бега. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!